Добрый день, уважаемые зрители канала Двигатели Дуйнова и участники проекта СОВЛМАШ. Главной новостью полугодия стало начало подготовительных работ для строительства проектно-конструкторского технологического бюро в ОСЗ «Технополис Москва». На площадку уже выехала строительная техника, полным ходом идёт создание временных сооружений строительного городка. Сотрудники компании приложили все свои силы и умения, чтобы решить ряд задач, которые кому-то могут показаться слишком лёгкими, а кому-то нерешаемыми. Но пока одни рассуждают и боятся, команда СОВЛМАШ делает и добивается запланированного результата, несмотря ни на какие преграды. Предлагаем вспомнить, что было сделано за три года, прежде чем строительные работы начались. СОВЛМАШ готовит проект инновационного центра, в котором по технологии «Славянка» будут разрабатываться самые эффективные в мире электродвигатели. Цель построить такой центр на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Компания СОВЛМАШ прошла массу проверок и доказала государственной комиссии, что готова реализовать амбициозный проект. Для достижения цели понадобилось примерно полтора года. Компания СОВЛМАШ становится резидентом «Технополис Москва» в феврале 2019 года и получает в аренду земельный участок на территории особой экономической зоны. На этом этапе необходимо оформить всю документацию и начать подготовку к строительству. На это ушло почти полгода. Предприятие СОВЛМАШ вместе с генеральным подрядчиком готовят проектную документацию и результаты инженерных изысканий для подачи их на государственную экспертизу. Около полугода понадобилось на то, чтобы детально проработать проект инжинирингового центра. 31 декабря 2019 года этот документ был отправлен на проверку в МОЗ госэкспертизу. Эксперты тщательно проверяют проектную документацию, оставляют свои замечания, которые оперативно исправляются специалистами СОВЛМАШ. Процесс сильно замедляется из-за серьезных ошибок генподрядчика и пандемии коронавируса. Однако в мае 2020 года получено положительное заключение от госэкспертизы, а в июне и от других контролирующих инстанций. Что будет сделано в ходе первой фазы строительства? Возведен строительный городок, соответствующий всем современным требованиям по организации труда рабочих. Проложены все коммуникации, проведен интернет, организованный контрольно-пропускной пункт и помывочный пункт для техники, а также организован пункт приема пищи и так далее. Трехэтажное здание расположится на участке площадью чуть больше двух гектаров. Основной корпус здания будет состоять из двух комплексов – административно-бытового и производственного. В инновационном центре предусмотрены все условия для комфортной работы сотрудников компании, а также шоурум и конференц-зал. Планируется, что инновационный центр будет построен за два года. Подведя итоги, можно сказать, что проект преодолел новый рубеж в своем развитии. Позади остался крайне сложный подготовительный этап. Поддержите проект своими инвестициями и станьте совладельцем инновационного предприятия, чтобы получать в будущем свою часть прибыли. Инвестируйте с максимальной выгодой до 29 июля включительно, до завершения 13 этапа финансирования проекта. С 30 июля инвестиционные доли будут стоить дороже. Инвесторы, которые поддержали проект на ранних этапах и еще не закрыли свои рассрочки, до конца этапа могут увеличить инвестиционные пакеты по дисконту приобретения. С вами был Александр Сударев. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями и до новых встреч!